Команда, преданная Раша. Команда, без которой Путину не жить. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Российские спортсмены, которые за войну. Наш президент завалил на себя огромную ответственность. Я считаю, надо его поддержать. Кто из них своими руками готов отбить Путина у Алины Кабаевой? Ну, как бы... Кто рискует снова получить в челюсть от Владимира Кличко? А кто прямо сейчас стал инкубатором Путина на Валдае? Нет-нет-нет, лысая голова Коли Валуева тут ни при чем. Работаем. Спасибо. Итак, топ-рейтинг российских спортсменов-путинистов готовы? Тогда мы начинаем. Пятое место. Артем Дзюба. Человек, умеющий держать себя в руках. Заканчивающий футболист и рукастый фанат Путина. А вы смотрели это видео, да? Тема, ну конечно, весь мир видел. Это когда-то. Дзюба был топ-футболистом. Он даже на чемпионате мира забивал. Встреча. 11-метровый Дзюба против Дехея. Удар! И 1-1! Но потом Артемка прославился горячим. Видео не с футбольного поля. И стал мастером на все руки. Видео, на котором известный российский футболист, лицо нации, так сказать, удовлетворяет себя любимого на кровати, уже несколько лет гуляет интернетом. Ну, как бы так... Про это самое видео Дзюба долго не мудрил, а лишь признал грешен. Все мы грешны, к сожалению. Но отмаливать грехи Артемка не пошел, а пошел по рукам. Ну, то есть прямиком в путинские пропагандисты. Я патриот своей страны, я люблю свою страну. И история рассудит все глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Такое ощущение, что Дзюба до конца будет стоять за Путина. А я верю и буду до конца верить, что мы за бравое дело. Четвертое место нашего рейтинга боксер Александр Поветкин. Этот боец теперь уже пропагандистского фронта в свое время уже отгребал в ринге от украинской стальной кувалды Владимира Кличко. Вот что такое левая рука в Кличко. Но видно, Саша хочет еще отхватить. Ведь доносит кремлевский бред в уши россиянам. Сила в правде. Это известная фраза, которую произнес Сергей Бодров. Сегодня отражаясь все происходящее на Украине. Мы били за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли Савян. Поэтому я за президента и его решение стать на защиту простых людей. Поветки на словах поддерживал украинского суперчемпиона Александра Усика во время его недавнего боя. А на деле, пока украинец Усик, как и весь его народ, страдает от российской орды и защищается от смерти, Поветкин оправдывает зверство Путина в Украине. Я сказал, единственное, что посмотри, как на Донбассе, как в Луганске, что делали, сколько там детей погибших, ваши украинцы, как мне дались ветеранам срывали. Третье место. Николай Валуев. В наш ТОП врывается еще один экс-боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев. Он не только поддерживает путинскую войну, а еще на словах обещает идти воевать. Мне тоже пришла поездка. Вы пойдете? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Коля, конечно же, так никуда и не поехал, но призывает идти умирать своих соотечественников. Здравствуй, друг. Да, я обращаюсь к тебе, к своему соотечественнику. Настали непростые времена. Моя хата с краю. Этот принцип больше не работает. Ой, Коля, Коля, такой большой рост 2.16, но такой глупый. Наверное, раньше надо было карьеру заканчивать. Второе место. Сергей Корякин. Этот шахматист успел и Украину предать, и российское гражданство принять. Орден от Путина получить и сфотографироваться во временно оккупированном в Крыму футболке, с кем бы вы думали, да-да-да, именно с российским диктатором. В 2014 году я поддерживал возвращение Крыма, и, кстати говоря, тогда я тоже попал под санкции, просто это было не так широко известно. Корякин называет войну в родной Украине хирургическими методами и относится к ней философски. К сожалению, возникла такая ситуация, что потребовались хирургические методы, ну и пришлось всю эту ситуацию начать. В принципе, ко всему отношусь философски. Да, шахматы для очень умных людей, но, кажется, даже тут бывают исключения. Захватить вот эту вот часть, ну не захватить, а вы поняли, назло. Представьте. А теперь, внимание, первое место, конечно же, Алина Кабаева. Эта дама не только и не столько известная в прошлом гимнастка, но и пассия бункерного фюрера. Алина Кабаева. Соответственно, Кабаева из первой примы гимнастики стала первой примой пропагандисткой. И даже возглавила совет директоров российской медиагруппы, куда входят большие российские пропагандистские каналы. Дорогие друзья, поздравляю друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня, в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие и по значимости своей ни в чем не уступает автомату калашников. Отрабатывать дорогие наряды и привилегии, которые дают российскому президенту налогоплательщики, Кабаеву заставили пропагандой, а она и не против. Работаем. Спасибо. А сейчас, как поговаривают, Алиночка на Валдае боится даже вылезать из бункера, ведь отвечать за грехи своего любовничка придется и ей. А встретили вот свой идеал мужчин? Встретила. Спасибо большое. Но пока российские спортсмены прославляют войну и убийство, украинская творческая, в том числе и спортивная элита, стала на защиту Родины. На передовой украинского фронта и в терробороне находятся много спортсменов, среди которых теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский, футболист Александр Алиев, футбольный тренер Юрий Верни-Дуб. Взять боевое оружие и стать на защиту Родины нашла в себе силы и 24-летняя биатлонистка, чемпионка мира среди юниоров Анна Кривонос, а также многие другие защитники и защитницы. И поверьте, вместе они смогут одержать победу над жестоким, подлым и циничным врагом. Редактор субтитров А.Семкин